Привет всем любителям прекрасного! Большой привет из Крыма! Сегодня у нас достаточно ветрено у моря. Ну, хотя, чуть поудоль, совершенно пошло, спокойно. Спасибо, что вы в большом месте. Хочу вам показать немного кусочков моря. И солнышко. Привет, привет, дорогие друзья! Кто меня смотрит, или кто-то, может быть, случайно заглянул на мой канал. Итак, лето. И, конечно же, сезон закупок, новинок, покупок. Но это, конечно, я имею в виду орхидейки. Ну, вот снова у меня новиночки. Ну, давайте посмотрим, что же я приобрела. Так, начнем вот с этого сверточка. Как вы знаете, что растения здесь я получаю автобусом, не посылками, поэтому они довольно-таки быстро доходят. Вот такая вот растюшечка на блоке. Так, я вижу, что он тут уже отваливается. Он держится еле-еле. Дендропиум варригадный. Такие вот листочки прикольненькие. Вот я буду его, наверное, скорее всего, пересаживать, потому что он тут не держится практически. И также я вижу, что здесь две деленочки. Две. Видно четкило, что здесь две деленки. А это у нас, ребят, вот такой вот дендробиум. Малинеформа. Альбомаргинатум. Он, конечно, сухенький. Его нужно будет отпаивать. Ну, так не особо отпаивать, конечно, да, но... Сухо. Видно ему, что сухо здесь. Ну, красавчик, красавчик. Люблю варригадиков. Так, следующее растение. Наверное, вот этот вот сверточек я возьму. Довольно-таки влажненький. Это вот... Тоже вот такой вот варригадный малыш. Или малышата. Здесь их очень-очень много. Этот полит мох прям влажненький. Бирочки здесь нету. Ну, я вам скажу, кто это. Это ладигеси. Дендробиум ладигеси варригадный. Доцветение, конечно, нам еще очень-очень далеко. Потому что это вот все малыши. Я так понимаю, что это кейки. Даже. Один подмог. Листики начинают макреть. Ну, а в целом, все прекрасно. Так, следующий пакетик. Это энциклия. Тоже вирочки нет у нас. Но это энциклия радиата. Я вставлю фотки. Хочу сказать, что это моя вторая попытка подружиться с этой энциклей. Прошлый раз я покупала тоже у этой же девочки. Там был огромнейший куст. Наверное, в два раза больше, чем это. Ну, и по неосторожности моей, наверное. Или же. Ну, в общем, после пересадки она у меня зачахла-зачахла. Ну, и в итоге пропала. Здесь у нас два ростика замечательных. Пульпочки налитые. Напитые все. Намечается рост корнюшечек. Во мхе, конечно, я здесь корешочков не вижу. Но если они есть, то их здесь очень и очень мало. Так, сейчас я пыльная такая прям все. Посмотрим, посмотрим. Ну, в принципе, у нее вот есть зачаточки чехлов. Видно вам. Тот куст, который у меня был, тоже там были зачатки цветоносов. Вот такие вот чехольчики. Но это еще не означает, что она процветет, конечно. Это, я так понимаю, деленочка. Хорошая деленочка. В общем, замечательная такая. Очень я ее хотела. Также я хочу еще тоже все никак не попаду. А на подобие есть тоже такая зеленоватая целогина. Забыла, как она называется. В общем, напишу вам. Вот, хочу еще ее. Как-то пандурата. Вспомнила пандурата. Целогина пандурата. Очень тоже мне ее хочется. Все время я ее как-то проходит. Она мимо меня не успеваю. Так. Еще одна упаковочка. Здесь у нас по идее два растения. должна быть. Там тоже без этикетки, без надписи. Но это малыш дендробиума Лонг Ленг, по-моему, называется. Я вам тоже подпишу и вставлю фотографии, как он выглядит. А, или Вун Ленг. Что такое? По-моему, Вун Ленг у Светочки с Пенсенбалей он есть, по-моему. Так, с ростиком у нас тут проблемка. Ростик у нас тут зачах. Плохо, плохо. Ну, корешочки есть. Здесь вот новый ростик растет. хорошие корешочки, даже растущие есть. Зелеными кончиками. Вот такой вот малышочек тоже, конечно, еще расти и расти. До цветения он довольно-таки крупный вырастает, но что есть, то есть. кончики растущие. Жалко, этот ростик он больше, конечно, расти не будет, но у основания бульбочка целая, просто, что он не будет расти ввысь, потому, что вот он, листик загнил, вот он запрел даже, скорее всего. Ну, от нее пойдет еще новый рост. это ничего страшного, в принципе. Так, и еще один считай в этот раз. В прошлый раз котлеями закупилась, в этот раз дендробиумами. вот такой вот замечательный дендрик. Обалденно, тоже классный ростик у него растет, молоденький, но очень-очень влажный, конечно. Мох, прям мокрый, мокрый. Это еще один рост, и он опять тоже, видите, серединка запрела у нас. Растение будет, ну, в принципе, растение напитое, этот ростик растет, все с ним хорошо. Так, а это у нас, а, вот это у нас дендробиум вонленг, а тот значит, малыш кросс, кросс, но я вам вставлю тоже фотографии, да, вот это вот у меня вонленг, ну, а другой кросс, я вам вставлю фотографии, и обязательно подпишу, как он называется. Так, что, вот такие вот у меня покупочки-закупочки в этот раз. Еще одно растение мне, конечно, не положили, как обычно, там был фаленопсис азиатский, ну, в следующий раз, значит, в следующий раз, значит, это не последнее, мой заказ. Вот такие вот варегатики, дендробиумы, ну, и, конечно, это, конечно, я заказывала не у этой девочки с Севастополя, у Ирочки, а просто мимоходом забежала в магазин и тадам, без кота и жизнь не та. Все, я ходила вокруг да около, но как же я без котика-то. Мои коты пропали, которые у меня были дома, но зато я набрелась здесь на такого очаровательного красавца. Камера, конечно, очень сильно высветляет его цвет, цвет у него прям такой темно-темно-сиренево-бордовый, камера почему-то очень даже высветляет более красный, наверное, этот цвет. Но все вы знаете, как выглядит кот, в принципе, что мне вам показывать, рассказывать. Вот такая вот у него розетка, листья, ребят, сантиметров по 30, наверное. посмотрите, лопухастик, огромнейшее, огромнейшее дерево. Я его попоила уже. Корневая у него здесь на четверочку с плюсом, но она имеется. Я его еще не пересаживала, ничего с ним не делала, но вот такие вот у меня приобретения. На сегодня все. В следующем видео покажу вам, как поживают мои котлейки, которые я недавно приобрела, и покажу вам своих блочников, которые приехали, естественно, со мной. Все, мои хорошие, до новых встреч, пока-пока. -пока. Пока-пока. Продолжение следует...